Привет, друзья! Мы наконец добрались до LPI 2, второй ступени сертификации. Но перед этим хочу сказать об изменениях небольших. Всю документацию, все задания, все тексты, все примеры я теперь перенес в GitHub. Будем пользоваться GitHub. Это будет нам удобно, потому что я смогу все правки, все обновления туда оперативно вносить, а вы можете выкачивать периодически изменения. Плюс вы можете предлагать свои дополнения, точно так же закидывать их на GitHub, предлагать мне мерджи, и можем так целиком сообществом создать, ну, если не учебник, то какой-то такой более-менее мануал по пониманию Linux. То есть такой коллективный труд у нас теперь будет приветствоваться. Значит, такое небольшое место введения. То, что мы с вами проходили по LPI 1 экзамен, 101, 102, кажется, он у нас был, это все было такое ознакомление с Linux, знакомство, некийные задачи, то есть такое введение. Вторая ступень LPI – это уже непосредственно администрирование, и тут мы максимально приближаемся к нашему практическому плейлисту, и даже, возможно, будем его перекрывать и выполнять какие-то задачи более детально. То есть тут тоже у нас все разбито на два экзамена. Первый экзамен – это такое более углубленное изучение того, с чем мы знакомились до этого, а следующий экзамен, он уже очень интересный, там непосредственно работа с проксисерами, файлами серверами, почтовыми серверами и так далее. Ну, мы начинаем с нашего первого занятия и переходим к презентации. Начинаем мы с темы 200.1, которая у нас покрывает вопросы измерения производительности компьютера, нахождения каких-то узких мест причин медленной работы компьютера и устранения их. Она у нас будет разбита на несколько частей. В первой части говорим о мониторинге центрального процессора. Мы должны с вами разобраться, какие есть основные характеристики у центрального процессора, какие есть инструменты для измерения этих характеристик, и какие характеристики, в общем-то, могут говорить о каких проблемах, связанных с нашим компьютером. Мы с вами перебрались для этой серии уроков на Центус. Давайте посмотрим, какая у нас версия Центуса здесь. Кроме того, я пересмотрю наши старые все уроки на предмет того, что нужно изменить для текущих версий Ubuntu, Debian, Центус, RedHut и все, что мы с вами делали. У меня Центус 7.3.6.16.11. Самый свежий Центус, который у меня есть, я сделаю ему YAM Update. То есть это у нас самая актуальная операционная система Центус на сегодняшний день, на 2 сентября. С ней и будем работать. Я перейду сразу в режим SuperUser, чтобы можно было делать все без вывода судо постоянно. Есть много программ, которые нам показывают то, как у нас занят компьютер, какие можно снять метрики производительности. В частности, есть такая команда утилита VMStat. Она снимает кучу метрик, мы сейчас о них поговорим. В принципе, вы можете всегда вызвать мануал к этому VMStat. И здесь внизу, например, у него будет показано, объяснено каждый параметр. Все, что он выводит, вот здесь вот очень хорошо расписано. Мы с вами важные вещи сейчас посмотрим. Плюс мы с вами будем говорить только в основном о метриках центрального процессора. Так как мы сегодня говорим о центральном процессоре. Мы можем сделать VMStat Watch. У него есть свой какой-то ключ, который позволяет следить за статистикой производительности. Но этот ключ выводит все подряд. То есть у нас просто будут постоянно сдвигаться строчки. Он будет одну за другой вот так вот клеить, клеить, клеить. А здесь через Watch мы стандартно каждые 2 секунды видим изменение метрика производительности. Так, пока и оставим. В принципе, это не очень удобно для визуального такого отображения. Но при помощи этой команды мы можем скриптовать какие угодно вещи. Мы можем написать скриптик, который будет парсить вывод вот этой вот команды. Причем у нее много различных ключей. Мы можем выводить не вот так вот все, а что-нибудь отдельное. И отслеживать какие-то изменения вот этих вот метрик. То есть, в принципе, это вполне себе удобный инструмент для того, чтобы использовать его в скриптах, чтобы снимать метрики производительности. Безусловно, у нас с вами уже есть Zabbix. Мы с Zabbix чаще всего снимаем метрики производительности. Но если у вас есть какие-то системы, не подключенные к Zabbix, какие-то отдельные машины, вы не хотите заморачиваться, вы можете использовать вот этот VMStat. Значит, говорим сейчас здесь. Что у нас здесь есть за вывод? У нас здесь есть вывод о процессах, о памяти, о подкачке, о базовой системе ввода-вывода. Ну, без базовой. О системе ввода-вывода, импуталку. Тут у нас все по жестким дискам. Здесь у нас системные параметры и параметры центрального процесса. Значит, ну, сразу скажем про процессоры. Здесь по процессам он показывает количество процессов, которые сейчас выполняются. running и количество процессов, которые сейчас блокированы, блок. Само собой, у нас сейчас не один-два процесса. Тут немножко шире определение вот этой буковки R. Это среднее количество потоков ядра, исполняемых и ждущих исполнения. То есть, это именно потоки ядра. Если это число большее количество ядер, значит, есть потоки, которые нас ждут ядро. Если у нас это число меньше либо равного количества ядер, то все в порядке. Раз у нас здесь 1-2 мигает, у нас, скорее всего, с вами два ядра. Я не помню, сейчас посмотрим. Блок – это у нас как раз-таки те процессы, которые находятся в состоянии непрерываемого сна, так скажем. Их нельзя убить. Это те процессы, которые чаще всего ждут ответов от дисков, иногда от системы распределения памяти. Бывает точно так. Но чаще всего это говорит о том, что у нас диск медленный. Диск очень сильно заставляет нашу систему ждать. И нам за этой цифрой тоже нужно поглядывать. Не забыть бы посмотреть количество ядер. Нас на данный момент интересует все, что относится к процессору и к системе. Сразу поговорим по системе. Здесь есть у нас IN или INTERRUPTS и CS – CONTEXT SWITCHES. Это у нас, значит, с вами прерывание. То есть это количество, так скажем, сигналов прерываний в секунду, которые к нам поступают от программного или аппаратного обеспечения, которые говорят о наступлении какого-либо события. То есть, в частности, там, я не знаю, пользователь нажал клавишу. Или, наоборот, от железки пришло какое-то уведомление. Это наше прерывание. Контекст SWITCHES, вот они CS – это как раз переключение процессора с одной задачи на другую. При этом процессору нужно сохранить свое состояние для последующей обработки и так далее, и так далее. Но мы к этому еще вернемся. То есть, вот они наши системы, параметры. Нас сейчас интересуют метрики CPU. И у CPU что у нас здесь есть? У нас здесь есть US, User, SE – система, ID – idle, wait и stolen time. Значит, по очереди. US – это User Space. Это время, которое используется на выполнении кода, которое выполняется на уровне пользователя. Тут, на самом деле, нужно немножко, конечно, базовые вещи какие-то проговорить. Может быть, как-нибудь запишем урок. В частности, у нас есть с вами и в контекстах операционной системы, и вообще код, который выполняется на пользовательском уровне, в непривилегированном режиме. И код, который выполняется на уровне аппаратном, так скажем, на уровне системном, на уровне ядра. Вот так вот, корректно сказать. На пользовательском уровне у нас чаще всего выполняется код софта, которому не нужен доступ к железу. Это там, работа с базами данных, какие-то оболочки, веб-сервер и так далее. На системном уровне у нас функции, чаще всего, операционной системы, которые привязаны могут быть к софту, могут быть отдельные. То есть, если у нас программное обеспечение захочет что-то отправить куда-то по сети, ему нужно уже обратиться через драйверы к сетевой карте, и тогда у нас программное обеспечение начинает выполнять какую-то часть своих функций на уровне ядра. Ну, то есть, тут уже нужно глубже разбираться в теории. Суть в том, что есть у нас пользовательский уровень выполнения и системный уровень выполнения. Пользовательский уровень управления выполнения – это чаще всего софт, системный – это чаще всего функция операционной системы. Здесь вы видите, у меня ничего сейчас не запущено Поэтому у меня и US 0, и System 0 У меня нет никакого времени, которое потрачено на этих уровнях Именно об этом говорит третий, собственно, третий столбец Idle или простой То есть я сейчас вижу, что 99% моего процессора сейчас простаивает Это именно время, потраченное на простой Это все единицы времени Которые, в принципе, в процентах здесь нам показаны То есть мой процессор сейчас простаивает Мы это все увидим более красиво, более удобно сейчас Далее, здесь есть у меня еще Wait Это время ожидания ответа от диска То есть если здесь у нас начинают появляться какие-то цифры Более-менее серьезные, скажем, ну я не знаю От 50 и больше Это значит, что у нас уже жесткий диск является сильно медленным И 50% своего времени процессор ждет ответа от жестких дисков И это повод переходить на более быстрые диски, например Или как-то по-другому продумать дисковое пространство Очень интересный параметр ST Или время украденное Stolen Time Дело в том, что если мы с вами используем виртуальные машины То все гипервизоры, они очень удобно могут распределять место на жестких дисках Делить между виртуальными машинами Оперативную память, то есть они просто выделяют эти блоки И разделяют между виртуальными машинами Но разделять процессор аппаратный между виртуальными машинами намного сложнее И как раз гипервизор занимается тем, что он гибко распределяет ресурсы процесса И если мы с вами, наша виртуалка находится вместе с другими виртуалками на каком-то едином железе И эти соседние виртуалки начинают очень сильно жрать процессор То это может отразиться на нашей виртуалке И как раз по Stolen Time мы можем увидеть Фактически вот этот вот Stolen Time показывает, как много времени ожидает Наша виртуальная машина ответа от гипервизора То есть как быстро гипервизор может ей отвечать И если наша виртуальная машина расположена рядом с какими-то такими виртуальными машинами Которые жрут все ресурсы процессора То мы начинаем страдать И если говорить о хостинге, мы начинаем переживать Потому что мы платим деньги и не получаем ресурсов за эти деньги И чаще всего это повод перенести свою виртуалку куда-нибудь на другой гипервизор Поговорить с провайдером или самому это сделать То есть Stolen очень важный такой параметр Так вот, мы с вами посмотрели, как работает Watch Это, конечно, не очень информативно У нас есть с вами диспетчер задач Мы о нем, по-моему, уже говорили Топ Такой а-ля интерактивный Что он нам показывает? Опять же, мы сейчас говорим только в рамках нашего центрального процессора Тем не менее, пробежимся сверху Он нам показывает, сколько сейчас времени Как долго запущена наша операционная система Сколько пользователей в системе Два, потому что я через две консоли сижу И цифры средней загрузки Это у нас средняя загрузка на последнюю минуту Последние пять минут, последние пятнадцать минут Это такой тоже условный параметр Можно сказать, что теоретически это средняя загрузка в сумме по потокам То есть, если у нас с вами один процессор То загрузка в единичку показывает то, что у нас загружен процессор весь Если у нас два, допустим, ядра То здесь циферка два покажет то, что у нас тоже, в принципе, система загружена полностью То есть, теоретически можно сказать то, что средняя нагрузка в двойку на двухядерной машине Она эквивалентна средней нагрузке в единичку на одноядерной машине Но это не совсем так, потому что если у нас с вами несколько ядер Еще какая-то часть ресурсов тратится на распараллеливание вот этих вот потоковых задач между ядрами Ну, условно говоря, это такие цифры На них можно поглядывать, но тоже проще увидеть, насколько наш загружен процессор здесь, по вот этому столбику По таскам пока говорить не будем, давайте сразу разберемся с процессором Процессор или процессоры Мы с вами можем нажать клавишу единичкой и посмотреть, сколько у нас ядер Вот мы теперь увидим то, что у меня все-таки действительно два ядра, как я и подозревал И здесь у меня показана нагрузка по ядерной атаке Так вот, какие у нас здесь есть цифры? То же самое, что мы с вами видели User, то есть время, потраченное на исполнение кода на пользовательском уровне System на уровне системы Появился еще один такой столбец Nice Level Это какая часть процессора занята выполнением процессов с измененными приоритетами Мы про измененные приоритеты с вами как-то говорили, ссылочку приложу Опять же, Idle простой, показывает то, что мой процессор полностью простаивает 0 у нас по Weight, то есть я ничего не жду от жестких дисков И еще два новых таких столбца Это Hardware Interrupts и Software Interrupts То есть там у нас был отдельный столбец в VMState с прерываниями Здесь они разделены на аппаратные прерывания, то есть на прерывания, которые у нас происходят из-за железа И на программные прерывания, которые у нас происходят при работе с драйверами, с программным обеспечением и так далее Ниже у нас по умолчанию топ сортируется по центральному процессору Мы можем нажать Shift больше или Shift меньше, как стрелочки Нажму больше, теперь у нас отсортирован по памяти Еще больше по времени, еще дальше Я отсортировал, вы видите, по имени команды Вернул на CPL Вижу то, что мой SSH Demon съедает сейчас Сейчас топ съедает максимальное количество процессора Это серьезный диспетчер задач, он есть во всех Linux-системах Лично я больше люблю H-TOP Но для того, чтобы мне поставить H-TOP, нам нужно будет с вами поставить информацию о APL-репозитории В нем у нас хранятся какие-нибудь хитрые отдельные пакеты, которые нам могут пригодиться Ставлю я APL-релиз И после того, как я поставил APL-релиз, я могу поставить H-TOP Такой хипстерский топ Ям-инстал H-TOP Он показывает меньше информации, но в нем есть удобное очень менюшка Плюс он показывает красиво в виде прогресс-бара, насколько на что заполнено То есть он такой симпатичненький Плюс в нем можно процессор убивать, дерево процессоров просматривать Сейчас я вам покажу все это Запускаю H-TOP И вот так вот он выглядит Он показывает, насколько у меня загружены ядра, насколько память, насколько раздел подкачки То есть в принципе это удобно Но здесь приятнее посмотреть вот эти вот нижние менюшечки Я могу, допустим, показать через F5 дерево процессов Я вижу, какой процесс породил какой Я могу, допустим, через F4 отфильтровать, например, по своему имени процессы И вот я вижу все процессоры, связанные с моим именем То есть через это меню, в принципе, работать удобно Можно покилять что-нибудь через F9 Можно через F8 у нас, видите, поизменять как раз-таки приоритеты Nice Level Вы видите, F7 это Nice Minus F8 Nice Plus То есть я вот выбрал свой RCS Lock LeBond Нажимаю F7 и вы видите, то что третий столбец Nice Стал равен троечке Двоечке, единичке, нулю Наоборот, вверх То есть вот здесь я могу изменять приоритеты процесса Это очень удобная, на самом деле, штука H-TOP Я его очень сильно люблю Мы же с вами сейчас поставим такую программку, как стресс Которая позволяет нам устраивать стресс системе В частности, мы сейчас нашу систему загрузим И попробуем посмотреть, как на это будет реагировать топ Я для этого запущу еще один терминал И в этом еще одном терминале я с вами попробую запущу стресс системы Скажу стресс У стресса можно тоже посмотреть мануал У него куча различных параметров Мы с вами запустим стресс CPU на одно ядро Вот так вот это будет выглядеть Мы заставим сейчас наше одно ядро выполнять процессы по определению квадратного корня какого-то А сами в другом терминале запустим топ Увидим то, что у меня уже еще один пользователь появился Потому что у меня терминал еще один ядр был параллельный, в котором стресс запущен И я вижу то, что вот здесь вот на 100% загружен мой CPU Фактически тут вам показано, что он загружен на 100% Здесь показано то, что он загружен на 50% На 50% простаивает Опять же, это все нюансы того, что у нас с вами многопроцессорная система Через H-TOP мы с вами можем это увидеть красивее Мы можем с вами набрать H-TOP И H-TOP нам покажет то, что у нас с вами одно ядро загружено на 100% А второе ядро простаивает Причем периодически, по-моему, у нас операционная система умная Она попробует этот процесс раскидывать на 2 ядра Но стресс, по-моему, не даст себя обмануть И продолжит загружать только одно ядро Вот так вот это выглядит То есть, если вы здесь видите то, что у вас CPU загружен на 100% В ТОПе То это не страшно, если у вас 8-ядерная система У вас еще 7 ядер свободны на самом-то деле Вот так вот как-то это выглядит А вот так вот это может выглядеть все в Zabbix Через который мы обычно смотрим на разные загрузки Создаем триггеры и так далее Здесь у нас показан график В котором мы видим то, что юзер тайм Вот он, синенький Показывает, насколько у нас в какой-то момент Видите, здесь до 100% подскакивала загрузка процессора Красное у нас систем тайм То есть процессор сколько тратил на выполнение задач от операционной системы Такая тоненькая, достаточно прослойкая Вот это здоровое желтое пятно посередине Это и оуэй тайм Это когда у нас процессор уже дал ответы от дисков Этот сервак у меня с очень медленными дисками Тестовый сервачак слабенький и поэтому на нем, когда идет нагрузка Здесь, по-моему, я базу данных из Койлевского делал экспорт-импорт Процессор целиком полностью ждал все время жестких дисков То есть те же самые параметры, которые мы с вами сейчас проговорили Они являются основными параметрами для центрального процессора И снимаются кучи различных инструментов, которые у нас есть для измерения метрик производительности Параметры все те же самые Вот они здесь снизу у нас и есть Даже вон стилтайм, я вижу, был небольшой Кто-то у нас утащил немножко ресурсов в соседней виртуалке Итак, мы с вами поговорили об основных характеристиках процессора На которые следует обращать внимание Мы поговорили о том, какие характеристики отвечают за что Посмотрели на инструменты, которые мы можем снимать эти метрики производительности К этим инструментам будем возвращаться в ближайшие уроки Когда будем остальные метрики точно так же снимать Мы мало поговорили о том, какие бывают в основном проблемы, связанные с работой процессора Но это будет отдельная подтемка, когда мы с вами разберемся со всеми параметрами нашего компьютера Мы поговорим о распространенных проблемах производительности О том, как их выслеживать, как их решать